Дорогие коллеги, участники нашей встречи, наших бесед. Библейские образы прочно входят в нашу систему образования, и их интерпретация, умение понимать их вместе со школьниками, становится важной проблемой гуманитарного образования в школе. Конечно, библейские образы – важнейшие ключи к той культуре, в которой мы живем, и к художественной, и к интеллектуальной культуре, но не менее важно разобраться в устройстве самих этих ключей, предвосхищая вопросы школьников и сразу утверждая некоторую стратегию интерпретации знаковых, самых важных образов. Интерпретация библейских образов всегда была неотъемлемой частью чтения Библии. При этом в еврейской традиции существовала традиция Таргума, которую можно считать первой традицией пересказа своими словами, когда сюжет, когда эпизод нужно рассказать и показать его смысл для самого себя. Переводя и одновременно пересказывая, ты делаешь этот сюжет своим, ты делаешь это словами от первого лица, ты делаешь историю пророков, патриархов, самых дальних твоих предков, твоей собственной истории, которую ты переживаешь столь же живо, как переживали ее много столетий назад. Чувство истории поддерживалось навыками пересказа. Была и другая традиция, которая оказалась исключительно важна в новое время. Это традиция истолкования или герминевтики, которую возродил романтический философ Фридрих Шлеермахер. Отвечая на те упреки, которым подвергал Библию Вольтер и другие деятели просвещения, Шлеермахер говорил, что Библию не следует читать, как историческую книгу, и принимать все как рассказ о привычных фактах. На самом деле, Библия, считал Шлеермахер, это своего рода роман, но предназначенный не для какой-то отдельной читательской аудитории, а для всего человечества. Читая историю Адама, Ноя или Авраама, мы прочитываем историю своей собственной жизни, историю побед и разочарований, историю сомнений и обретения веры. Библия – такой же памятник веры, как и любой роман, где тоже герой не мог бы пройти через все испытания, если бы он не верил в жизнь, не доверял в жизни, несмотря на всю мучительность собственной судьбы и собственного характера. Подход Шлеермахера, конечно, критиковался консервативными богословами. Получалось, что и любой роман тоже оказывается маленькой Библией. И читая о приключениях, душевных переживаниях или пороках современного человека, мы как будто бы читаем продолжение библейской истории. Но на самом деле оба эти подхода вполне могут ответить на те вопросы, которые школьники, старшеклассники будут задавать, сталкиваясь с библейскими образами, ключевыми, как я уже сказал, и для художественной, и для интеллектуальной культуры. Я рассмотрю один такой образ. Это изгнание Адама из рая. Образ, который многократно осмыслялся в философии. Кант написал предполагаемое начало человеческой истории, в котором объяснил, что грехопадение Адама это образ рождения человеческого сознания, когда человек переходит от созерцания к действию, когда он начинает знать, что не только его знания, но и его поступки определяют его жизнь. Для Канта грехопадение Адама в какой-то мере было не только печальным событием, но и началом трудной, но при этом полной своих испытаний, побед и своих достижений истории человечества. только единственное, человек всякий раз должен обращаться к собственному сердцу, чтобы спросить, правильно ли он действует. Человек уже не может полагаться ни только на свои убеждения, но не может полагаться и только на свои действия. Человек не может считать правым себя не только теоретически, но и правым практически. В этом смысл грехопадения. В современной поэзии образ Адама появляется весьма часто, и причем не только у таких поэтов, которые прямо обращены к Библии как к метатексту своего творчества, как поэт и священник Сергей Круглов, но и у поэтов, которые прямо не декларируют ни своего отношения к религиозности, ни следования тем или иным религиозным стандартам, ни той или иной готовой интеллектуальной программы. Тем поразительнее, что разработка этой темы, независимо от личных убеждений поэта, традиции, к которой он принадлежит, или той поэтике, которой он следует, все равно продолжает одни и те же мотивы. Мотив сердца, мотив воспоминания о рае как своего рода сновидения, и мотив продолжающегося разговора Адама и Евы. То есть мотив верности, которая остается, несмотря на грехопадение, несомненным свойством человека. Это понимание изгнания Адама не как просто какого-то нарушения раз и навсегда данного правила, но как измена желанием собственного сердца, появляется в независимой русской поэзии довольно рано. Уже программная для нашей темы стихотворения Ольги Седоковой «Плакал Адам, но его не простили» 1981 год именно говорит о грехопадении не как о преступлении, а как об предательстве сердцем своих собственных желаний, предпочтения сердечным желаниям, каких-то других хищнических желаний. «Плакал Адам, но его не простили и не позволили вернуться туда, где мы только и живы. Хочешь своего – свое и получишь. Но что тебе делать такому, там, где сердце хочет, как Бог великий, там, где сердце – сиянье и дарение?» Здесь нужно пояснить библейский смысл сердца. Сердце понимается в Библии всегда в одном ряду с утробой, то есть материнской жалости к вынашиваемому, еще не рожденному, или рожденному ребенку. Вся образность сердечной жалости, сердечного сочувствия, милосердия, сердца как щедрости, она восходит именно к библейской традиции, которая уже не осознается как таковая. Поэтому грехопадение Адама и понимается, как невозможность находиться внутри некоторой жизни, невозможность принимать милость от самой жизни. Здесь не столько Адам оказывается таким главным субъектом или протагонистом драмы, но оказывается, что сам рай предстает чем-то вроде большого сердца, а Адам оказывается еще вполне не вполне рожденным, не вполне ставшим человеком и потому не вполне способным воспринять милосердие рая. Именно эта тема Адама, как не до конца вычеловечившегося, она была важна для всей независимой русской поэзии и тема превращения обезьяны в Адаму, например, важна для поэзии Елены Шварц. И, конечно, это не просто желание примирить Библию и теорию эволюции, но это стремление осознать, о чем же грехопадение является в нашей личной истории. То есть это попытка своего рода поэтической герменевтики. Наследник этой традиции, один из, наверное, самых смелых и независимых поэтов наших дней, Полина Барского, в довольно раннем своем стихотворении, еще 90-х годов, шестой день творения, описывала Адама так. Адам бредет сквозь острую траву, а я ее в полузабвенье рву и слизываю кровь больших царапин. Но тут Адам, заслышав голос папин, бежит неспешно в райское светло, а я рыдаю и жую стекло. То есть столкновение с собственными воспоминаниями оказывается мучительным. Нельзя полностью до конца принадлежать собственному прошлому. Ты оказываешься рядом с разбитым зеркалом. Образ тоже важный и для Седоковой, и для Шварц, и для всех, собственно, кто создавал независимую поэзию. Зеркало, которое изменяет, зеркало, которое остается пустым, зеркало, которое заведомо искажает изображение, в котором остается только след, и которое поэтому не может дать правильного представления о тебе самом и о твоем прошлом. В результате тогда изгнание из рая оказывается именно изгнанием в область мучительных, преследующих тебя воспоминаний. Тогда как воспоминание о рае – это воспоминание о голосе отца. Именно такой образ рая, который взывает к Адаму, он появляется и в поэзии священника Сергия Круглова. Уснул в саду, сон приблизился ко мне, как зеркало, глянул в него и заледенел. Ни глаз, ни носа, ни рта, ни пор, лицо без черт, нет ни молчащее дыхание, ничто. Проснулся, ветер в клочья рвет сад, яблони, как деревянные молнии, кричу и кричу, Адам, где ты? И сам не слышу себя. Получается, что возглас Бога, Адам, где ты? Повторяет и природа, сад, который оказывается внутри бури, внутри холодного дыхания ничто, воспринимается как эпифания, как явление Бога. И получается, что грехопадение Адама, опять же, это не столько эпизод какой-то драматической жизни самого Адама, а это история его неверности вот этой же сердечной жизни, этому саду. Когда Адам, опять же, решил принадлежать своим воспоминаниям, своим желаниям, своим хотениям, как бы сказали, аскеты, и в результате он остался без каких-либо собственных свойств, потому что везде, узнавая себя, он видит только искаженные зеркала. И как у Барского, так и у Круглова мы видим один и тот же сюжет, а именно Адам, который не может видеть себя, продолжение библейского мотива стыда, и который при этом может разве что слышать звук. Так как времени остается малое, я укажу, что есть и другие разработки этой темы, уже темы беседы Адама и Евы. Скажем, в стихотворении Елены Фанайловой говорится от лица Евы, которая вспоминает рай как кинематограф, как некую уже не то, что Адам слышит, а то, что она видит, как мир теней от услышанного Адамом. Я отделяюсь от тебя на твоих губах. Это здание с огненным потолком, по которому ангелы босиком оставляет люмьер-монах. То есть Ева, она даже не слышит голос рая, а видит историю Адама, как фильм и виновница грехопадения, тем самым оказывается главным свидетелем настоящего сердечного отношения к боли Адама. И, разумеется, и в конце этого стихотворения Ева призывает Адама обернись. То есть она выступает уже как равноапостольная, как мироносица, как своего рода виновница обращения Адама. И та же тема разработана уже от лица Адама в стихотворении Василия Бородина. «А вот было изгнание из Эдемы, и вот Адам Еве говорил, ладно, как получилось, так получилось, я тебя не предам. Поле после дождя блестит, была ярость, а будет милость. Зря ли я называл зверей? Вол, откликнется и пойдет, голову наклонив». То есть, опять же, Адам, единственное, что выносит из грехопадения, это верность Еве. А верность Еве, возможно, как? Тем, что он помнит о своей райской образованности, как он называл зверей. Поэтому, если задается вопрос, я завершаю, собственно, в чем вина Адама, можно привести и разобрать одно из таких современных стихотворений, это будет иметь двойной смысл. С одной стороны, будет пояснено, в чем состоит грехопадение, как важный очень концепт для всей нашей культуры. При этом это не будет сводиться к тем словам, которые во многом утратили для нас смысл, как, допустим, слово «непослушание». которое в греческом контексте, в контексте греческой философии имело строгий смысл неумение слушать учителя, неумение осваивать философию, тогда как в современном языке сводится исключительно к бытовой морали. И при этом мы видим своего рода опыт экзегетики, то есть умение переосмыслить библейскую историю как историю, близкую истории романного героя, который находится не столько в конфликте с Богом, сколько в конфликте с окружающим миром, с социальной жизнью, с природной жизнью, чувствует, как он оторвался от природы и так далее. Все эти мотивы здесь есть, но эти мотивы оказываются раскрыты к библейской истории, что здесь речь идет в современной поэзии о человеческом опыте вообще, а не о истории типичного характера в типичных обстоятельствах. Спасибо.